И приключения итальянцев в Беларуси. Студенты из автономного региона Сардиния приехали в нашу страну. В парламенте гостей встречали рассказами о работе госорганов, а в музейном комплексе Дудудки принимали хлебом с солью и учили белорусским ремеслам. Я бы даже здесь остался поработать. Не так тяжело, но для качества нужна отличная физическая форма. Будущие политологи, архитекторы, физики сегодня решили попробовать себя в кузнечном деле. Оказалось, выковать счастье не так просто. Сувенирную подкову и опыт работы на остров Сардиния увезет самый трудолюбивый. А за мастерской работой на гончарном круге итальянцы наблюдали, затаив дыхание. Технологию хрупкого производства сравнили с магическим ритуалом. Экскурсия оказалась не только познавательной, но и вкусной. В крестьянской избе подкрепились хлебом, солью и белорусским салом. Попробовали даже сладкий лук. Вкусно, очень вкусно. У нас в Италии тоже есть сало, но здесь особенное. Параллели искали не только в белорусской и итальянской кухне. Обсуждали идеи совместных образовательных проектов, студенческих и культурных обменов. Их собираются предложить на встречи с активистами белорусских молодежных организаций. Совсем недавно, во время визита президента Сардинии в нашу страну, было подписано соглашение о сотрудничестве итальянского региона и Минской области. Но некоторые совместные проекты Белоруссии и Сардинии уже стали традицией. Первый раз, 4 года тому назад, на истории отношений между Италией и Белоруссией, Сардиния отправила свои дети сюда. Они отдохнули в лагерь Субренко. И белоруссия доверяет Италии, когда отправили свои дети. Эти ребята будут, рано или поздно, иметь свою роль тоже на политике в Сардинии. Поэтому, что они знали уже Белоруссии, как глубокое дружеское отношение, это, думаю, помогает работать на этом области. Много впечатлений от путешествий и новых идей. Посмотрели работу парламента, впечатлила белорусская мельница, крестьянский дом. Как только вернемся домой, предложим несколько совместных с белорусами проектов. Уже ждем белорусских студентов в гости, готовы специально организовать культурную программу.